Самое главное, что пока Венера не дойдет до точки перемирия, а в натальной карте рождения, гороскопа Украины, это действительно какие-то переговоры могут к чему-то начинать вести, а это, конечно, август месяц. Именно 31 июля, 1 августа Венера войдет в дом переговоров, и август это та площадка, где действительно можно уже будет после каких-то военных действий и какого-то военного паралича, который будет проживаться в мае, в июне, возможно, даже в июле, могут быть такие сложные ситуации на войне. Но очень хорошая ситуация еще и с тем, что Белая Луна, ангел-хранитель гороскопа, Белая Луна всегда приносит свет, всегда приносит мир, благодать сойдется с народом Украины. Это Луна, она представлена в натальной карте рождения Водолея. Это соединение будет происходить в середине июля, и очень точно 21 июля, начиная с 16 июля, и в августе месяце. Поэтому вот точка как бы начала действительно переговоров о мире, вот она где-то может происходить в это время. Может быть даже какое-то хорошее известие у нас будет из-за рубежа. Например, какой-нибудь дворцовый переворот в Кремле в июле-августе месяц. Какая-то хорошая новость издалека. Да, и, конечно, это самый такой переломный момент, что Украина уже с позиции силы может начать вести эти переговоры. Но я убежден, что действительно полностью, когда может прекратиться уже там выстрелы, или когда орки действительно начнут покидать территорию нашей страны, может происходить только в самом конце года, когда масса планеты войны станет ретроградной. Когда он вообще потеряет свою силу, а это произойдет уже полностью в следующем году, в 2023-м он идет в рак, зодиакальный знак рака. Но ретроградным он становится в конце октября, в начале ноября. В самом конце октября, в начале ноября Марс становится ретроградным. Возможно, вот замороженная ситуация будет как раз в это время. И, возможно, именно в это время орки начнут покидать территорию нашей страны. Ну и когда полностью поменяется власть в России, можно понимать, это когда произойдут очень важные затмения, особенно будет затмение 20 апреля, в день рождения Гитлера. То есть там будет и затмение в день рождения Карла Маркса 5 мая. Поэтому, я думаю, там уже будет полный мир, полный штиль. Поэтому осталось недолго. С одной стороны, вроде бы долго, а вроде бы нет. Но массовые военные мероприятия, это где-то до августа месяца будет действительно такая огненная война идти. «Война, война», а уже, значит, где-то с ноября месяца война может остановиться полностью и быть заморожена. Но переговоры раньше 1 августа благоприятных для нашей страны я не вижу. Поэтому до 1 августа никаких переговоров Владимира Зеленского. То есть вы считаете, что полностью ситуация разрешится окончательно? То есть к весне следующего года уже? Я правильно вас поняла? Уже Владимира Путина уже не будет власть, он уже будет мертв. К тому времени его точно уже не будет. Хотя бы по той причине, что Сатурн, символ свержения, пройдется по его Юпитеру власть в начале 2023 года. Значит, это будет январь, февраль, месяц. Это вот самое далее, что может быть и Владимир Путин усидит. Но у него с 16 по 20, может даже по 21 июля, у него будет жесткий аспект в гороскопе Владимира Путина, Нептун, заговор, неспровержение к Сатурну, цель, власть и падение режима. В июле месяце его, вот самая ближайшая дата, самое благоприятное, что я вижу, что вообще в карте в России 16 июля Марс войдет в дом власти, Марс – это убийство. А в натальной карте России 10 дом – это власть. И одновременно на десценденте мало несчастья Сатурн находиться. Поэтому, дорогие друзья, середина июля – это лучшее время для свержения Владимира Путина. И уничтожение его, вплоть до того, что это может быть летальным концом его жизни. Заговор, который будет осуществлен в это время, может реально быть исполнен. И бункерная крыса будет уничтожена. Влад, все равно мы перескочили с вами на второй вопрос. Еще возвращаясь к тому, что вы говорили о том, что Украина в августе уже сможет вести переговоры с позицией силы. Чтобы вести переговоры с позицией силы, это значит, что Украина, в принципе, уже должна пойти в контрнаступление и благодаря контрнаступлению добиться каких-то успехов на фронте. В какой период вы прогнозируете вот этот перелом ситуации на фронте, когда украинские войска смогут начать отвоевывать и вытеснять российские войска с нашей территории? Да, ну это очень такая интересная ситуация. Это вот переломный момент, это будет, когда Марс соединится с Урааном. Вот это получается, и когда Белая Луна соединится с Луной Украины. Это ее месяц. В июле станет понятно, что мы их гоним со всех сторон. Что мы забираем себе Донбасс, что уже Харьков будет защищен, что пойдет Херсон. И вообще, можете мы себе представить, что в это время он может не стать Черноморского флота России. Краснознаменного Черноморского флота. Потому что он может быть уничтожен, например, какими-то ракетами, которые нам будут предоставлены из Запада. Например, какими-то гарпунами. То есть вот был Черноморский флот, и не стало. Вот был мост, который соединяет Крым, и не стало моста. Понимаете? То есть вот эти... Там всем станет ясно, что нету ни моста, ни та самая. И Крым уже будет как бы уже не русским. Да, и наша вдруг неожиданно Украина войдет в Крым. И тут начнется такое противостояние. Путин начнет угрожать им оружие. Тут же его могут свергнуть. В общем, реализация вот этой всей ситуации вижу в июле-август. Там будет очень интересно. Ну и там будет дефолт России, как всегда. Каждый год Тигра происходит дефолт в России. Почти в каждом. Ну, в 98-м году в августе месяце дефолт произошел в России. Вот я думаю, к июлю в августе месяце то опять произойдет такой же дефолт. Вообще будет полная безработица. Народ проснется, наконец-таки увидит вообще весь тот ужас, который натворил экономический Путин. с ними, да. И, конечно, вот большой-большой перелом будет происходить в это время. И с позиции силы мы можем пойти на эти переговоры, да. А, ну и уточню, вот судя по тому, как и что вы говорите, вы считаете, что война закончится полной победой Украины с освобождением абсолютно всей ее территории, в том числе Донбасса и Крыма. Правильно я вас поняла? Да, абсолютно верно. Ну, если Донбасс мы сразу освободим, то Крым мы можем пойти на переговоры, чтобы потом все-таки какой-то уже другой политик, например, не Путин, отдал нам Крым мирным путем. Мы же все-таки не хотим уничтожать мирное население, народ, тем более там очень много пришлых уже россиян, которые из Сибири приехали, да. Но мы должны дать им возможность тогда уехать назад в свою Российскую Федерацию. Но, тем не менее, я теперь абсолютно убежден, что Путин совершил очень громадную ошибку. И если бы Крым оставался бы до войны до 24-го числа российским, 24-го февраля, то теперь он точно никогда не будет российским. Крым тоже будет украинским. Редактор субтитров А.Семкин